Вот и пролетели полтора года с того момента, как мы собрались вместе, и в Петербурге, в России появился оркестр «Мастера». Время пролетело незаметно, и как-то само собой получилось так, что захотелось рассказать о нашем оркестре, о наших музыкантах, о наших радостях и печалях. Посещая наши спектакли, я очень часто слышу публику, которая обсуждает, что спектакли «Мастер Маргарита» и «Онегин» звучат под фонограмму. Это меня удивляет, но если «Мастер Маргарита» действительно, мы видим только нашего дирижера Диму, который работает весь спектакль, то так устроена яма, видно только дирижера. А если мы возьмем спектакль «Онегин», яма открыта, видны музыканты, но тем не менее слаженность, плотность звучания оркестра вызывает такое ощущение, как будто это работает настоящая машина. И я решил, что пора нам поговорить о нашем оркестре, рассказать о наших солистах, и сегодня мы будем смеяться и грустить по поводу наших музыкальных будней. Бытует мнение, что мюзикл — это легкий жанр. Я не согласен с этим утверждением, потому что да, изначально, когда этот вид искусства зарождался в начале 20 века, это был развлекательный жанр, это было ревью, то есть какие-то номера, которые были объединены общим сюжетом. Но постепенно он стал все более серьезным, стали более серьезные либретто, то есть литературные источники. Кроме тех проблем, с которыми сталкиваются дирижеры при исполнении симфонических и оперных произведений, здесь своя специфика. Она связана, прежде всего, с балансом, с выстраиванием баланса в яме, так как мало струнных инструментов, и приходится выстраивать баланс между струнными и духовыми инструментами. Потом еще проблема с большим количеством электронных инструментов, имеющих свои тембры. Интересная музыка, интересный коллектив, очень дружно все. Электронная ударная установка позволяет работать с качественным уже на выходе звуком, что дает более плотный, хороший саунд. И на ней очень приятно работать с точки зрения слуховых каких-то нюансов. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Работа в оркестре мастера отличается тем, что играем совершенно другую музыку, нежели в других коллективах, я когда-нибудь исполнял. Половина коллектива играет на электронных инструментах, и это не всегда привычно для уха симфонического музыканта. Нет, я не согласна категорически. Особенно вот я, глядя в свою партию, где очень много ответственного, и соло, и игры, нет. И устаешь так же, как если бы ты сыграл третью Бетховена. Точно, абсолютно так же. Не меньшая усталость, просто я работаю. Уже Алистина, по-моему, она. Автор написал, да. Композитор, самую нижнюю ноту у Гобоя, предельно. Она вообще, в принципе, не используется, но автор вот доверил. Стараемся. Вот сейчас только что мы шли из зала, и там был вот этот кусочек, который у меня замечает на парте колокольчиков, вот это вот. Вот, сейчас получилось. Вот, говорит, самое страшное. Вот страшно вот все-таки не сыграть эту гамму. Может быть, для, так сказать, обычного исполнителя, обычного пианиста, возможно, будет немножко в новинку то, что в разных руках, в разных местах клавиатуры могут звучать разные инструменты, вот. И самое главное, то, с чем я постоянно сталкиваюсь, что, как говорится, нажимается одна нота, а звучит совершенно другая. То есть, так это несоответствие того, что записано и что реально звучит. Вот с этим, наверное, могут воникнуть поначалу трудности. Я привык, мне это, так сказать, органично. Самая страшная история – это настоящая мистическая история. Она связана с пасхальным спектаклем «Мастер и Маргарита». Во время спектакля неожиданно отключились все технические службы, зависли компьютеры, отключилось видео. Это было очень страшно, но единственное, что не отключилось – это живой оркестр. Нас было не остановить. Поддерживать порядок и дисциплину, я думаю, это основная моя задача. И я всегда думаю, удается ли мне, и как это удается. И, в принципе, мой девиз – это быть строгим, но справедливым директором. Музыкл – это безумно сложный жанр. Это огромное количество служб, которые работают вместе, чтобы произвести этот продукт. Но, как для восприятия, это легкий жанр. Музыкл – это летающая банка, которая летает в меня. Ну, собственно, аннушка, которая убегает и кидается бутылкой маслом, собственно, видите, она падает именно сюда. Музыкл – это не простое место. Тут есть одно сложное место очень. Оно непростое, потому что там надо откладывать дирижеру. Четыре четверти откладывать. Все время не получалось у нас, потому что на репетициях оно на самом деле несложное, но просто, поскольку оно не было отработано, и все время я не туда играл. И через несколько спектаклей я научился читать по губам. То, что дирижер говорит в этот момент. Самая страшная история – я забыл черные ботинки. Я очень боялся, потому что в этот день у продюсера было плохое настроение, она громко кричала. КОНЕЦ КОНЕЦ